Друзья, добрый день! Сегодня разбираем такой вопрос. Добрый день, Кристина. Я студентка КП-1. У меня появился вопрос. Может ли оказывать на меня влияние поле с клиентом? Я живу в Германии. Мой молодой человек в Украине. Мы встречаемся каждые три месяца. Было всё хорошо. У меня появилась клиентка, которую бросают муж. Она проживает историю терпеть или уезжать от него. И тут в моей жизни разворачивается похожая картина. Мужчина охладел, пишет, что много на него навалилось, нужна пауза. И даже если я вернусь, это ничего не решит. Что это? Я проживаю что-то её? Или это просто совпадение? Один из таких основных процессов, с которыми работает психолог, это процессы переноса-контрпереноса. Или процессы передачи ментального состояния. Что такое перенос-контрперенос или передача ментального состояния? Это когда информация между людьми передается на уровне состояния. То есть любая коммуникация – это обмен информацией. Мы обмениваемся информацией на сознательном уровне. Например, когда я вам говорю, это айфон, и вы принимаете эту информацию, что это айфон, это коммуникация на сознательном уровне. Ну, всё понятно. Есть коммуникация на бессознательном уровне. Это коммуникация, где я передаю какую-то информацию, вы её воспринимаете наоборот, но ни вы, ни я, мы об этом не знаем. Она всегда в любых коммуникациях присутствует. Вот это второй канал передачи информации, бессознательный, где что-то происходит, но никто об этом не знает. Это не то, что говорят, невербальные коммуникации и так далее. Это другой уровень. Об этом не знает ни один из участников процесса. Но что-то за ширмой, за кулисами происходит. Есть также, постоянно идёт коммуникация между сознанием и бессознательным одного человека в коммуникации. Что-то вытесняется, мы о чём-то вроде как забываем, спросить или сообщить и так далее. А что-то наоборот поднимается из бессознательного в сознание, мы это воспринимаем как некий инсайт, вот что-то такое, раз и вспомнили, или что-то вдруг связалось, какая-то мысль возникла о старой ситуации, которая раньше не возникала. Это информация, которая из бессознательного поднимается в сознание. А есть ещё очень интересные диагональные такие каналы, точнее передачи информации, которые используют профессиональные психологи. Это передача информации из бессознательного клиента в сознание психолога. И вот этот канал, по нему идёт информация в виде внутреннего состояния, то есть когда психолог начинает чувствовать то же или переживать в жизни то же, внутри подзаражаться условно теми же деструктивными мыслительными конструкциями, которые есть у клиента. И это как раз вопрос из этой серии. И через этот механизм переноса-контрупереноса как раз мы говорим, что в отношениях психолог-клиент воспроизводится матрица отношений клиента, и наступает момент, когда эту матрицу можно изменить. Потому что мы можем изменить только то, что проявлено. Это такой один из механизмов основных терапевтической глубинной работы. Когда это проявляется, оно становится, мы становимся способными это менять. И часто студенты задают мне такой вопрос, вот как автор. Сегодня это моё состояние или это состояние клиентское? Это мой сценарий или я подзаразилась условно клиентским сценарием? То же самое задают вопросы и просто зрители, мои слушатели, клиенты про то, что вот я повторяю мамин сценарий, это мой сценарий, это мамин сценарий и так далее. Или я начала общаться с какой-то неблагополучной родственницей, и я начинаю то же самое проживать в своей жизни. Это я подзаразилась от неё и так далее. И ответ на эти вопросы один и тот же всегда. Это и ваше, и другого человека, как вирус гриппа. Если ваш муж, например, заболел гриппом, и вы какое-то время с ним находитесь, и тоже начали болеть гриппом. Чей это вирус? Или чья это болезнь? Ну, не чья, это вирус гриппа. Да, сначала он активировался внутри вашего мужа, потому что были на то внутренние условия, видимо, достаточно правильные для вируса, он мог там развернуться в этом организме, и потом он развернулся в вашем организме, опять же, потому что были условия для этого внутри вас. И вот с внутренними состояниями та же ситуация, со сценариями, с нарративами внутренними, это всё по сути одно и то же, разными словами. Это та же история. Сценарии, вот эти нарративы внутренние, центральные состояния, ментальные, они просто есть, это архетипы. Это то, что было до человечества, и, скорее всего, будет после. И люди, они становятся, то есть человек становится как бы носителем этого. Очень хорошая аналогия с вирусом. Только вирусы есть и позитивные, и какие-то, и хорошие, и плохие, скажем, и точно так же состояние. И человек становится носителем этого. И это, в этом смысле, это не ваши, не клиентки, или не ваши, не другого человека. Но и у вас, и у клиентки есть предрасположенность именно к такому ментальному состоянию, к такому сценарию. И здесь то, что у клиентки был активный этот сценарий, вы с этим работали, могло спроецировать, могло катализировать проявление этого же сценария у вас, как у психолога. Но еще раз повторюсь, что изначально и у вас, и у клиентки было место, внутри была предрасположенность к этому сценарию, то есть где-то, когда-то, с кем-то вы уже это проживали, и вот внутри готовое место для этого. Так работает принцип синхронистичности. Принцип синхронистичности говорит о том, что любое внешнее событие появляется на пересечении двух принципов – причинно-следственного и принципа синхронистичности, то есть принципа совпадения по сценарию, по состоянию. Причинно-следственный принцип – это логическая цепочка, чтобы клиентка к вам пришла, вам необходимо условно дать рекламу, написать какие-то слова, которые откликнутся внутри клиентки и так далее. Причинно-следственная цепочка – клиентке нужно позвонить вам, запланировать встречу, и вот вы сошлись и проводите сессию. А принцип синхронистичности говорит про то, что при этом должно быть совпадение вот по этим сценариям, по этим внутренним состояниям ментальным. Поэтому всегда это и-и, еще раз повторюсь. Мы обмениваемся состояниями не только в живом общении, когда мы смотрим какие-то фильмы, спектакли, телевизионные шоу, книги читаем и так далее, мы тоже взаимодействуем с состояниями, которые там транслируются. У меня была клиентка, которая любила смотреть талант-шоу. В Украине были «Украина Моя Талант», «Х-фактор», вот такие шоу, где обычные люди с улицы побеждают, и все это в прямом эфире показывают. И вот это их состояние, ей нравилось, она особенно акцентировалась на вот этом состоянии. И когда они говорят, вот я не верю, что это со мной, это вот просто чудо, я еще три месяца назад просто жила где-то в маленьком районном центре, а сейчас я на сцене выиграла такой-то приз, пою с самой Тиной Карлей или с кем-то еще. Клиентка рассказывала про то, что ее эти эпизоды, они трогали до слезы. Она смотрела, 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 и через какое-то время она создает бизнес, и неожиданно абсолютно новый проект, он выстреливает, очень круто там с международными признаниями, какие-то у них инвесторы появились и так далее. То есть это IT-бизнес, который очень быстро взлетает, и где-то через полгода это уже такая работающая, хорошая компания, и моя клиентка рассказывает на сессиях про то, что я сейчас живу вот в этом состоянии, я смотрю на свою жизнь и думаю, как так? Еще полгода назад я там зарабатывала несколько тысяч долларов в месяц, а сейчас у меня такие вот обороты, у меня такие перспективы, у меня такие инвесторы, и я на это смотрю, думаю, как это я, это я, это вот у меня это есть. Понимаете? То есть она в жизни проживает ровно то состояние, которое она наблюдала, смотря вот эти талант-шоу. Понятно, что это, ну вот ее результат, это комплекс и ее действий, и всего в жизни, но вот это состояние, и опять же, чтобы оно у нее в жизни сработало, у нее внутри должно быть место для этого, но тем не менее, вот вам тоже передача внутреннего состояния, то, как потом это реализуется в жизни. То есть это и со знаком плюс, и со знаком минус. Другой человек мог смотреть тоже талант-шоу, но у него внутри есть место для другого состояния, и он, например, переживал бы за тех людей, которые выбывают из этой гонки, и страдают, и возвращаются в свои какие-то маленькие городки и так далее. То есть и он пережил бы такие события дальше в своей жизни, ну, при прочих рамках. Вот, поэтому, да, вот эти вещи всегда случаются, то есть идет передача состояния, и это состояние уже разворачивает какие-то внешние декорации. Вот еще раз к кейсу моей клиентки вернусь, то есть она активировала через взаимодействие с этим телешоу, она активировала вот такое состояние, состояние победы, причем победы какой-то невероятной. Вот это состояние, боже, это я, это я вот на таком уровне, с такими людьми, это вот моя жизнь. И она это же состояние прожила в других декорациях, она не пела Стенной Карой, она не побеждала в талант-шоу, но она побеждала там, не знаю, в соревнованиях, кому инвесторы дадут деньги, и это другие декорации, а состояние переживания те же самые. И вот, да, автор вопроса пишет примерно про то же, что у нее там, понятно, другой молодой человек, другие ситуации в жизни, но похожее состояние, вот это вот, вы пишите, значит, клиентка, которую бросает муж, гуляет, она проживает историю терпеть или уезжать от него. И вот получается, что психолог переживает те же состояния, или терпеть, уезжать, переезжать, в общем. Что делать с этим? То есть я рассказала механизм, что происходит, а что делать? Моя рекомендация такая, ну, понятно, терапевтическая работа с психологом, где все это можно глубже понять, и опять же, будут уже в ваших отношениях с психологом проявляться какие-то ваши паттерны, и ваш психолог через свой контрпринос, через работу с собой сможет тоже вам в этом помогать. Но что можно делать самостоятельно для наших слушателей, у кого похожие ситуации? Я рекомендую начать вспоминать состояние, как вам было в отношениях, когда все было хорошо. То есть, смотрите, вот здесь важно, вы не говорите себе, вот сейчас все в отношениях хорошо. Нет, просто в течение дня 3-4 раза вспомнить и почувствовать, как было там и тогда, когда все было хорошо в отношениях. Просто окунуться в это состояние нужно, чтобы ваше тело это почувствовало. Еще раз, не обманывать себя, что сейчас это есть. Вы осознаете, что вы просто вспоминаете это состояние, 3-4 раза, чем больше, тем лучше, скажем так. И постепенно у вас внутри будут рождаться новые мысли об этой ситуации. То есть, сейчас вы как-то думаете о ситуации с вашим молодым человеком. Например, есть мысль, да, ну его нафиг, все, заканчиваю, найду себе другого, это одна мысль. Вторая мысль может быть про то, ну, нам же так хорошо вместе, может все-таки поехать в Украину, поговорить, и это все наладится. Есть еще какая-то мысль, да, то есть всегда, когда есть проблемная ситуация, у нас есть несколько мыслей, несколько взглядов, позиций относительно этой ситуации. Так вот, ваша задача, чтобы внутри появилась новая мысль, новая позиция. И она появляется, когда меняется состояние. Для этого вы усилием воли состояние меняете, ну, как тренировочку такую делаете, и дальше наблюдаете. Возможно, будут какие-то сны, возможно, будут какие-то, я не знаю, книга какая-то вам попадется со свежими мыслями, возможно, просто вот раз вы проснетесь, и что-то, ну, как-то по-другому вы подумаете об этой ситуации, и это будет начало выхода. Еще раз, понятно, если у вас есть, я думаю, что есть личная терапия и так далее, это все катализирует, ускоряет этот процесс, и психолог вам помогает на этом пути. Но, в принципе, если ваше состояние не очень сильно негативное, вы не в глубокой депрессии, то вот эта тренировка, о которой я сказала, она дает свой результат. Где-то 2-3 недели вы регулярно вспоминаете, погружаете себя вот в состояние, когда все хорошо в отношениях, как это, на уровне тела вы должны это прочувствовать. И наблюдайте, как меняется ваш мыслительный процесс, какие новые мысли, образы, идеи приходят вам в голову.